На сегодняшний день, как я понимаю, из тех аренд, которые у инвесторов, есть желание хоккейного клуба Донбасс и Бориса Колесникова строить, но, к сожалению, там нет возможности, пока, насколько я понимаю. Сегодня есть желание и возможности строительства у компании UBI, которая возглавляет. Естественно, за компанией стоит Игорь Валерьевич Коломойский. И вот эти вот города, где начали строительство Львов, Днепропетровск, Одесса и Киев. Вот эти четыре арены, которые подтверждены и инвесторами, и организациями, и, естественно, кредитами. По Харькову, вы знаете ситуацию, там стройка свернута, и тот, кто начинал стройку, его в стране нет. Мы не знаем судьбу этой стройки, но будем выяснять в процессе. Может быть, кто-то возьмет и будет достраивать. Мы пока этого не знаем. Вот есть четкое понимание, что есть у нас Киевский дворец спорта, который надо немножечко довести. Там подогнать под Евробаскет для группы. Три арены Львов, Днепропетровск, Одесса. И арена для финальной стадии, это Киевская арена, которая около автовокзала. И еще хочу отметить, что и 2015, и 2017 год будут проводиться по новой формуле. Это игры в группах, не три, а четыре команды выходят, и сразу плей-офф, как на чемпионате мира. Формула поменяется, не будет вот этого дополнительного группового раунда, переходного, который был в Словении. Это будет сразу четыре команды выходят, 16 команд, и начинается одна восьмая, одна четвертая, одна вторая и финал.